добрый день уважаемые в общем интересно получается в жизни у нас как выяснилось сегодня утром я завел этот канал про youtube канал про аквариум чуть больше года назад год и 5 дней тому назад 11 июля 2021 года сегодня у нас 16 2022 июля 16 вот и я на самом деле не вспомнил про это если бы не цепочка интересного совпадения значит совпадение происходили следующие то есть где-то чуть больше полугода назад мы с женой съездили на аквариум ферму которая называется фиштаун и находится в центре израиля недалеко от города рахова там маша в кибуцах в принципе кто интересуется легко найдет это место я дам ссылочку на прошлое видео и это гуглится то есть гуглится легко фирма фиштаун хозяин ее сергей и весь штат его работников они прекрасно делали свою работу в общем тогда мы туда съездили там походили поснимали но смотрите я снимаю как умею непрофессионал то есть на самом деле этому этот канал и вообще все что с ним связано это у меня хобби и работа работаю я в университете там профессорствую себе там лекции читаю там исследование понемножку положено очень всякую ерунду занимаюсь а а аквариум тем более youtube канал это для души делал что умею учусь на ошибках вот ну и короче говоря вот сделал как сделал 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 видео выставил на youtube были какие-то отзывы какие-то коменты там в общем-то ну замечания вопросы то все нормально все как обычно прошло довольно много времени и вот где-то месяц назад у меня вдруг начали меня активно заживать опять на эту ферму фиштаун потому что там собираются аквариумисты основном из центра израиля но из других концов почти все русскоязычные ну короче говоря там вот типа интересно мне как бы вот ситуации колется и хочется и колется потому что честно говоря со 7 лет времени и я бы не поехал но тут сегодня утром вдруг я открываю почту а на почту пришло вы получили новые комментарии на ютюбе я открываю комментарии а там мама моя родная человек посмотрел этот самый ролик старенький фиштаун и началось ничего не понятно голос неразборчивый камера прыгает фокуса нет ну короче говоря как он был когда-то в жилом журнале написалось в таких случаях кг дробь ам кто знает кто знает кто не знает не буду выражаться в общем нехороший я человек делаю то что делаю все дерьмо не сильно меня это задело я очень-то довольно бронебой на такие вещи но тут я подумал и елы-палы как раз сегодня собирается народ на фиштауне сегодня утром я получил этот комик но это же знак стал смотреть материалы типа когда был в прошлый раз и оказалось вот да год и пять дней назад я открыл этот канал так что спешите меня поздравить поздравление принимается сразу как бы ответ товарищу во первых большое спасибо за ваш комментарий во вторых ну я делаю так и делаю прежде всего для своего удовольствия если кроме меня кто-то еще имеет какое-то удовольствие или интерес я действительно безумно счастлив я постараюсь делать лучше но вставать из-за этого на голову или там в воздухе зависать я по всех где я не буду это не значит что я вас не уважаю я вас очень не жалю но просто вот так вот оно вот так это хобби все точно короче говоря поехали мы на ферму сегодня время и правда было совсем немного поэтому получилось довольно коротко и тем не менее что-то получилось вот мы приехали на ферме вот мы приехали на ферму сейчас мы покажем как мы приехали на ферму совершенно пасторальное место поля сарайчики сельскохозяйственная промзона собака бублик встретила радостная фирма фиштаун между прочим опять же рекомендую сильно гуглиться и кому надо найдет вот здесь можно посмотреть чего тут есть это не все закрома я точно знаю что есть еще но я сегодня туда не пошел опять же под причине малости моего времени ну как видите у Сергея здесь есть циклины южноамериканские и африканские есть танганика есть малари есть циклозомы разные там вот можно посмотреть есть довольно обширно представленная карповая и карпозобая Азия там куча дань всяких радужниц по-моему я видел не помню точно золотые немножко есть разумеется есть шоворотки всех размеров и цветов вот ну как бы набор рыбок хозяин же фирмы я так подумал прежде всего держит тех рыбок которых у нее покупать иначе оно ему как не рентабельно я так полагаю но обратите внимание рыбки в очень хорошем состоянии то есть вот они здоровенькие они живенькие я подхожу к аквариуму они начинают стайно реагировать что тоже как бы не всегда работают ну еду напрашивают в основном вообще любопытствуют то есть хорошие что интересно вот есть такая особенность обычно в магазинах на фермах ну и в домах тоже что-то их отдают для рыб самое трудное время ночь вот как правило утром выходишь и собираешь трупы если так вы и образовались это грустно но это вот часть жизни мы приехали рано утром я так понимаю мы были первыми посетителями сегодня или что-то около того я не обыдух рыбки не утром ну версия о том что рано-рано-рано утром там Сергей прошелся и выводил то чего образовалось не то чтобы я полностью переключаю но не похоже гораздо больше похоже на то что у него просто рыбку хорошо то есть человек знает свое дело умеет обращаться с рыбами ну и как бы честь ему за это и хвала что касательно меня к большому сожалению то что я искал я не нашел это нормальная это рутина все равно съездил получил настроение и большое опять же спасибо ну и смею надеяться что в этот раз как-то ну камера дрожала может немножко меньше и фокус немножко больше находился на месте ну хотя практика показывает что люди никогда не бывают довольны и всегда есть к чему докопаться так что я как обычно открыть для критики ну вот собственно говоря и все еще раз поздравляю меня и вас с юбилеем лайкайте комментируйте задавайте вопросы будем общаться оставайтесь мы на правильном канале всем привет и мы